Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса выплаты вознаграждения членам Совета Директоров. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. А именно Минфин рассмотрел налоговые последствия, связанные с такими выплатами, применительно к налогу на прибыль. В данном случае было разъяснено два вопроса. Первый вопрос о том, можно ли в принципе такие выплаты членам Совета Директоров учитывать по налогу на прибыль. И в данном случае Минфин делает отрицательный вывод и указывает на невозможность учета таких затрат в связи с наличием, по сути дела, прямой нормы в главе 25 НК РФ. Но здесь же Минфин рассмотрел и другой вопрос. Поскольку с данных выплат могут, ну, в 2016 году этот вопрос, в общем-то, уже разъяснен, что с этих выплат должны уплачиваться страховые взносы, то встает вопрос о том, что делать со страховыми взносами по данным выплатам. И в данном случае Минфин делает уже положительный для налогоплательщиков вывод и указывает на то, что суммы страховых взносов, которые были уплачены в связи с выплатами членам Совета Директоров, эти суммы могут учитываться по налогу на прибыль. В целом я отмечу, что позиция, которую высказывает Минфин в данном письме, это позиция не новая, как применительно к выводу о том, что вознаграждение членам Совета Директоров не учитывается по налогу на прибыль, так и вывод о возможности учета страховых взносов по начисленным на соответствующие выплаты. Более того, где-то недавно было аналогичное разъяснение применительно к страховым взносам со стороны Минфина. Таким образом, налогоплательщикам, у которых есть Совет Директоров и, соответственно, в случае, если налогоплательщик выплачивает какое-то вознаграждение членам Совета Директоров, следует учитывать данное разъяснение при определении своих налоговых последствий. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова